Делали фундамент, хотели баню делать, то есть огород в порядок привели. Марина Косоротова купила этот дом в прошлом году, переехала из Тувы сама и перевезла свою больную маму. Место в пригороде краевой столицы понравилось, воздух чистый, вид красивый. Один маленький минус, рядом с домом под землей идет ниточка нефтепровода. На него хозяйка внимания поначалу не обратила, пока на пороге не появились хозяева трубы, компания «Транснефть». Нефтяники безапелляционно потребовали убрать все строения с участка, так как он попадает в санитарную зону. Год шли суды, вот вчера прозвучал вердикт суда Емельяновского района. И Марина, и четверо соседей должны снести свои дома за свой счет. До этого были там переносы, подавали ходатайство, также адвокат ходил. А вчера вот прям перед фактом поставили, что принято решение. То есть в 2.10 оно началось, и в 2.30 уже все было принято решение. Ну вот год бьем, а теперь узнали, что решение принято на нашу пользу. Просто без слез, правда, Дмитрий, уже не могу, уже нервы просто на пределе, честное слово, на пределе. Татьяна Нефедова живет по соседству с Мариной Косоротовой. Говорит, загородный дом присматривала долго. Чтобы купить двухэтажный коттедж в сухой балке, пришлось продать квартиру в Красноярске и взять ипотеку. У нее судебное заседание назначено на следующий понедельник. Но в решении Татьяна уже не сомневается. Даже полный комплект документов о собственности на землю, на дом и прописка не спасут. Многие не понимают еще, что их это тоже коснется. Они не понимают, они говорят о том, что да, это же не мое, вы там судитесь. А позиция здесь, в Транснефте, однозначная, что снести и все. Все. Мы же пытались, говорю, с ними договариваться, каким-то не хотят. Транснефт направляет иски в адрес тех жителей, чьи дома стоят ближе, чем 150 метров от трубопровода. Это расстояние не называют санитарной зоной. Но когда людям выделяли участки и давали разрешение на строительство, речь шла всего о 25 метрах. За последние пару лет вдоль трубопровода успел вырасти целый микрорайон из капитальных и дачных домов. Напротив этих коттеджей, например, земля садового общества «Луч». Все участки уже нашли своих хозяев. У них получается, если в случае чего, никаких обременений на участки не наложено. С людьми, с собственниками, не проведены никакие беседы, ничего. Сейчас они начнутся, завтра, послезавтра строятся, масштаб будет еще больше. Нефтепровод «Транснефти» проходит фактически через всю страну. И с похожей проблемой столкнулись жители многих регионов. Летом на прямой линии президент страны пообещал, что проблема будет решена и люди не пострадают. То же самое чуть раньше сказал и губернатор края Виктор Толоконский. Но последние события говорят об обратном. По словам местных жителей, «Транснефть» готовит в суд еще 70 исков на снос домов в санитарной зоне. Те, в отношении кого вердикт уже прозвучал, готовятся к апелляции в высших инстанциях и готовы дойти до Европейского суда по правам человека. Потому что после сноса единственного дома идти им больше будет некуда. Дмитрий Пименов, Алексей Егоров, Афонтова новости.